Слава Богу еще раз, что Бог помог нам и дал нам здоровье, возможность еще раз собраться. И знаете, так проходит служение за служением, месяц за месяцем, причастие за причастием, год за годом. И знаете, будет время, когда будет последнее служение на земле. И тогда будет уже, когда Христос придет, там будет уже на небе, говорит, я буду пить с вами новое вино, там на небе, он сказал ученикам, в Царстве Небесном. Поэтому очень важно не пропускать служение, потому что, когда придет Христос, то пришествие Его, оно застанет людей в разных местах. Кто-то будет на поле, кто-то будет по своим делам, на работе, еще где-то, может кто-то будет в служении. Но самое главное, чтобы нам быть готовым к встрече с нашим Господом. И перед нашим служением я прочитаю одно местописание, это Евангелие Иоанна, 20 глава, с 19 стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои, ученики обрадовались, увидевши Господа. И пропуская с 24 стиха. Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, мы видели Господа, но Он сказал им, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего враны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра, его не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит Ему, ты поверил, потому что увидел Меня, блажен и невидевшие, и уверовавшие. Слава нашему Господу! Это было после воскресения Иисуса Христа. Иисус воскрес, написано рано, на третий день, а уже явился ученикам вечером. Это произошло так, что когда они закрыли за собой двери, они боялись иудеев, были в таком страхе. И написано, что Иисус пришел, Иисус стал посреди и говорит, мир вам, слава нашему Господу. Знаете, когда приходит Господь, Он приносит свой мир. Не так, как этот мир дает, говорит, я даю вам такой, я свой даю мир. И мир этот, эта мирская как бы система, она не может что-то такое предложить, но это только находится в нашего Господа Иисуса Христа. И я не знаю, может, сегодня вы пришли на это место, кто-то из нас, и по какой-то причине нету мира в сердце. Может, волнуется от чего-то в сердце наше, может, переживает, может, еще какие-то причины. То я желаю, чтобы мир Божий, он наполнил сердце каждого из нас. Потому что на этом месте находится Иисус Христос. Мы так верим. И Иисус сказал до Фомы, что блажены, не видевшие, но уверовавшие. Знаете, почему Фомы не было на собрании, можно так сказать, там, где собирались ученики? Где был Фома, кто, как думаете? Может, кто-то знает, где был Фома? Может, на работе? Может, на кемпе или где? Я не знаю, где он был, но, знаете, этот человек один раз пропустил служение, и такое прилепилось как бы к нему. Фома, говорят, он неверующий. Но я не думаю, что он был как-то более неверующий в других. Просто он пропустил одно служение. Это очень важно, не пропускать нам служение. Потому что можно пропустить что-то важное. А Иисус Христос, Он пришел, и Он говорил к ученикам что-то важное. Он укрепил ихнюю веру. Он даровал им свой мир. А Фомы не было тогда на служении. И Он это все пропустил. Ученики тоже, они еще не верили в воскресение Иисуса Христа. Но они были вместе, они были на служении, им так можно сказать. А Фома пропустил это все. И когда ему сказали, он говорит, пока я не увижу, я не поверю. Пока я не увижу, я не поверю. Но мы верим, я так думаю, что каждый из нас, мы верим, что на этом месте присутствует Иисус Христос. Слава нашему Господу. И мы можем прийти к Нему. Мы можем сегодня прийти к престолу благодати. Для того, чтобы получить милость от Него. Слава Господу. Мы давайте встанем и попросим, чтобы Бог благословил наше служение. Помолимся. Аллилуйя. Слава Великому Иисусу Христу. Слава Богу. Я думаю, что в процессе познания истины человеку нужно узнать Бога, необходимо узнать Бога через Его Слово посредством Святого Духа. Слово Божье, оно освежает человеческий разум. Святой Дух обновляет Его силы. Слово Божье, оно созидает природу Христа в человеке. Именно Слово взращивает веру в сердцах верующих. И человеку нужно принять Слово Божье не просто в память, что само по себе ценно, но сделать Слово частью себя через размышления, реагировать на это Слово. Библия говорит, что живое Слово проникает до глубины души и Духа. Именно это духовный инструмент, который влияет на человеческое поведение, характер, поступки и привычки. Божья сила именно действует через человека, через Его Слово посредством Святого Духа. То есть верование нашего сердца высвобождается по вере из наших уст, а Дух Святой приходит, приносит исцеление и освобождение во время молитвы. Слава Богу! То я думаю, что надеяться на Иисуса Христа, братья и сестры, это не просто интеллектуальное признание Его личности. Иисус, Сын Девы Марии, был рожден от Духа Святого. Это намного глубже. Это доверие Ему, следование за Ним и зависимость от Него. Я хотел бы сегодня говорить против греха. Потому что Библия открывает со стороны человека против Бога около где-то 123 грехов. Каждому греху Библия дает подтверждение местописанием. Это грехи Духа, сквирный Духа, сквирный плоти, грехи уст, бесовские проявления, грехи против ближнего и грехи против самого Бога. Я хочу затронуть один грех. Рассмотрим его во свете Слова Божьего. Это неправда и ложь. Я буду читать книгу «Деяния апостолов». Пятая глава, с первого по двенадцатый стих. Грех и смерть Анании Сапфиры. Библия говорит, что за сознательный, произвольный грех верующий человек может духовно умереть. Человек может физически умереть, навлечь на себя проклятие, и человек может за грехи и беззаконие попасть в ад. Так говорит Библия. Читаю с первого стиха. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из сыны, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли, чем ты владел, не твое ли было, и приобретенную продажу не в твоей ли власти находилось. «Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханием, и великий страх объял всех слышавших это. И став юноше, приготовили его к погребению, и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искупить Духа Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг упала она у ног его и спустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвою и вынеся похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь. Я, когда читаю это слово Божье, задаю вопрос, как так могло быть? Почему так легко эта мысль была принята в сердце от сатаны? Что за образ жизни вели эти два человека? В то время, ранняя церковь, великое движение Святого Духа, тысячи людей приходят ко Христу. Чудеса, знамения. Я думаю, эти люди видели это и слышали об этом. И я нашел для себя ответ. Куриленко Виктор Палович, который ушел в вечность, он преподавал демонологию, и он сказал такую мысль. «Беспечное сердце и разум» — это мастерская для беса. Когда не пребывает внутри Слова Божье, когда человек не исполнен Святым Духом, нет этой духовной атмосферы внутри, и мы видим, что сатана по духу оперировал их сердце и разум. Он создал там свою атмосферу. Эти люди приняли это. Они были не готовы противостоять этой духовной атаке. Я для себя думаю такую мысль. Ведь это могло бы случиться совсем по-другому. Это было в ихней власти. Это имение было ихнее. Они могли согласиться по-другому и сказать, давай часть оставим для нужд семьи, часть пожертвуем для Бога в церковь, но чтобы за этим стояла правда и честность. И никакой смерти не было. Братья и сестры, почему человек отдает милостыню? Почему человек дает десятину? Потому что он верит, что Бог ценит в жизни человека только и засчитывает только это исполнение Слова, и человек это делает. И мы видим тут согласие. Они согласились так, чтобы сказать по-другому, чем оно есть на самом деле, для достижения своей цели, обвести обманными словами, то есть выказать свою самоправедность, которая противостоит Божьей праведности. И они пришли в присутствие Святого Духа с этой идеей. Вот заметьте, их не взяли на замечание. Их никто не отлучил от церкви. Петр не сказал, «Ты солгал мне, как человеку». Нет. Пришло моментом строжайшее наказание от Бога – смерть. Я не знаю, где их души сегодня находятся, но Библия говорит, «Всякий делающий и любящий неправду Божьего Царства такой человек не наследует». Я хочу, чтобы мы это применили к себе. Вот представьте, простой пример. Что-то сегодня родители спрашивают у своих детей, подростки, молодёжи, или спрашивают пастор о каких-то вещах, и говорят, «Ты делал это?» «Ты соучастник этого». И человек, зная внутри, «Да, я это делал, это правда», но он говорит родителям или пастору так, чтобы он понял по-другому, чем оно есть на самом деле, чтобы обвести человека обманными действиями, выказать свою самоправедность, то, знаете, такой человек – обманщик перед Богом. Библия говорит, «Почему верующие люди теряют спасение?» Потому что есть ответ, «Познавший истину, Библия говорит, произвольно грешит человек». То есть было время в жизни человека, когда Дух Святой обличил человека о грехе, привёл во взаимоотношение с Иисусом через очистительную силу крови Иисуса Христа, через Его жертву, то есть дал покаяние, дальше Бог даёт завет человеку даром, крещение Святым Духом даёт даром, дар праведности, дар святости даёт даром, но дальше всё идёт по принципам, что изберёт человек – благословение или проклятие, жизнь и смерть. И человек начинает произвольно грешить, говорить неправду, говорить ложь, дружить с этим миром, заходить на грязные сайты, позволяет себе в поведении человек гнев, крик, раздражение, ярость. И эти принципы человека лишают спасения. Я хочу другой ещё один пример осмотреть. Вы помните, когда Исаак возжелал кушания Исава, чтобы благословить первородного сына своего? Ревека, мать, услышала это. Она научила Иакова, как поступить. И он говорит такую мысль. «Если, говорит, отец мой ощупает меня, то в глазах я буду его обманщик и навлеку на себя проклятие, а не благословение». То есть человек проевольно, сознательно делает грех. Он навлекает на себя духовное проклятие. Никуда во взаимоотношениях с Богом, говоря неправду, человек никогда не продвинется. Не будет никакого успеха в служении. Материальная жизнь будет непонятная. И счастья в жизни не будет. Только через исполнение Слова человек может иметь от Бога благословение. Я хочу ещё одну мысль рассмотреть. Для нас, чтобы мы были осторожны. Иисус Христос сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь, чтобы вас никто не вёл в заблуждение». Братья и сёстры, ложь – цель лжи. Она направлена, чтобы извратить здравое учение Иисуса Христа. Чтобы человек жил вроде тут и по божественным принципам справа, но слева, чтобы были и сатанинские, было смешание. Это цель лжи. То я хочу такую мысль сказать. Мы сегодня живём в поколении, где преподаётся настолько поток духовной информации для верующих людей в такой порции, что никогда такого не было в истории человека, как сегодня. То я хочу вам сказать такое предостережение. Братья и сёстры, убедитесь, что те учителя, которых вы сегодня слушаете, которым вы сегодня доверяете, «Каждый день следует за Иисусом Христом, неся свой крест, чтобы вас не вели в заблуждение». Потому что многие сегодня претендуют на звание духовного учителя, не являясь таковыми по сути. Сегодня люди, ища духовного учителя, склонны смотреть на такие аспекты, как умение говорить, способность вдохновлять людей, таланты, образование. И никакого почти упоминания не делается качев относительно внутреннего человека. Духовные дары и образование – это всего лишь внешние способности. Но христианина делает, из человека делает христианин – это качество духовного внутреннего человека и водительство Святым Духом, которое производит плод. Слава Богу! То мы сейчас будем молиться. Я заканчиваю свою мысль. Я хочу сказать такую мысль, как призыв к Иисусу Христу. Мы вчера молились у Паши Ярощука дома. Мы молились за друг друга, возлагали руки. Это была хорошая молитва. То сегодня Иисус говорит, «Приходящего ко мне, ко мне, я никогда не изгоню вон». Кто хочет молитву за Него? Иисус – это источник силы, источник прощения, восстановления, источник исцеления, освобождения. Это Иисус Христос. Сейчас будет молитва. Моя цель основная перед Богом – это видеть движение Святого Духа в Церкви, Его дары, Его царство и власть, и силу в Церкви, Его любовь. Молимся! Слепой Вартимей Я от рождения не вижу света, не вижу солнца, всё покрыто мраком. Есть день, есть свет, а для меня всё тьма. И говорят, что есть цветы. А что цветы, что солнце для меня? И что такое утро, где начало дня? Цветы полей, лугов, Ваш аромат я знаю. Его я часто в тишине ночной один вдыхаю. И сколько радости я ощущаю, когда я слышу о земной природе. Я Богу гимн хвалы слагаю и жить хочу, но только я слепой. Глаза мои всегда закрыты, и со слезой горячей, жгучей, прохожим обращаюсь со словами «Подайте, бедному, слепому, кто что может, подайте, бедному, слепому». Но скудны подаяния, их так мало, что едва хватает, чтоб голод утолить. Так день за днём по тьме я ощупью шагаю, вокруг темно, темно, не вижу ничего. Я только голоса прохожих слышу, понимаю, но кто они? Не вижу я слепой. А мама, помню, в детстве говорила, что Богом создан мир таким прекрасным, совершенным, и первый человек на свете был счастлив. Он видел всё, что Бог всесильной сотворил и пользовался всем он. При свете Божьем жил, и сам Господь ему являлся. Там в прохладе дня, но согрешил Адам. Он ел от дерева добро и зло познал и славу потерял. Он изгнан был из рая, в ту землю, из которой взят. Да будет проклята земля вся за тебя, Господь сказал. С ускорбью будешь ты питаться от неё. Адам покинул рай. Ушёл он в землю, где печаль, труды, заботы, суета, болезни, скорби, плач и стоны, убожество и нищета. А я потомок, брат Адама, за грех его рождён слепым. О, горе! Горе! Кто поможет, кто исцелит меня? Но всюду слышал я один ответ. Тебе уж исцеления нет. Слепым рождён? Умрёшь слепым. А мама, помню, говорила о пророках, которым сила свыше дана, как исцелён был нееман от злой проказы в водах Иордана. Как отрок был из мёртвых воскрешён, то сила Божия являлась через пророков и исцеляла от пороков. О, мама, мама! Ты меня молиться научила, любить, прощать и верить. И кто измерит всю глубину любви твоей ласки? И никакие в мире краски не смогут передать всю теплоту, что ты мне подарила. Но рано ты ушла в могилу. Остался я один. Недавно слышал, как один прохожий сказал, что в мир явился сам Сын Божий. Пришёл, чтоб человека с Богом примирить. Врачует он больных, слепых и прокажённых исцеляет, и даже мёртвых воскрешает. Сегодня снова, как обычно, я вышел подаяние просить. Сел у дороги, смахнул слезу скупую, и руку протянул. Мгновенье, что я слышу, шум торжествующей толпы. Но почему такое ликование, когда вокруг так много горя и страдания? Иисус идёт, сказал мне кто-то, то Сын Давидов, что из Назарета, сказал другой. Так это тот, кто мёртвых воскрешает, слепых, хромых и прокажённых исцеляет, и я вскочил, толпе навстречу зашагал, и громко стал кричать, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Молчи, слепец, чего кричишь? Ты слышишь, как шумит толпа? Но я не мог молчать, и голосом своим я заглушил толпу. Услышал Иисус мой вопль, моё рыданье, и обратил ко мне своё внимание. Он повелел привезь меня к себе, и я в тот же миг к Христу подошёл. О, чудо! Иисус со мною рядом, и слёзы градом, как никогда лились из глаз моих. Всё замерло кругом, и было слышно лишь моё рыданье. Вдруг голос тихий, нежный, полный сострадания, я услыхал. «Чего ты хочешь от меня?» Иисус спросил. «Хочу прозреть!» «Прозри! Твоя большая вера спасла тебя!» «Упал тогда, и свет увидел я, и словно вновь родился. Где взять слова, чтобы выразить, я мог моей душе убогой? Такой восторг!» Я ликовал, прозрел. Я вижу свет, поля, луга, цветы. Я вижу образ Божий в человеке. Я вижу мудрость Божьей красоты. Вот где его любовь, она сильна вовеки. Мой Иисус, мой врач и исцелитель, тебя я буду в вет благодарить. Я буду петь тебе, мой Бог спаситель. Я буду жить, чтобы верить и любить. Бои, братья и сестры, я хочу сегодня звертаться до Священного Писания. Я буду часто читать з'его. И в первом месте я бы хотел почитать, это будет Третья Царств, 18 глава. 17 стихка. «Куда Ахава видит Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, ты дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господа и идете вслед в Алам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля, на гуру кормил». И 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравиных, пытающихся от стола Израилева. И послал Ахавков всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гуру кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и расекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И сказал Илья пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И в заливне тельца, который дал дан был им и приготовили и призвали имя Ваала от утра до полдня, говоря, «Ваал, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа и сказали они у жертвенника, который сделали. И скакали у них жертвенника, который сделали. и в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо Он Бог. Может быть, Он задумается или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так Он проснется. И стали у них кричать громким голосом и кололи себя по всему своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь билась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушен жертвенник Господа и взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Израилевых, которым Господь сказал так, Израиль будет имя твое. И построил из всех камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимую в две сади зерен. И положил дрова и рассек тельца и возложил его на дрова и сказал наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал повторите и они повторили и сказал сделайте тоже и в третий раз и сделали в третий раз и вода полилась вокруг жертвенника и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал Господи Боже Авраамов Исааков и Израилев да познай в сей день что Ты один Бог в Израиле и что я раб твой и сделал все по слову Твоему. услышь меня Господи услышь меня да познает народ сей что Ты Господь Бог и Ты обратишь сердце их к Тебе и не спал огонь Господень и пожрал все шужение и дрова и камни и прах и поглотил воду вокруг ворве увидев это весь народ впал на лицо свое и сказал Господь есть Бог и сказал им Илья схватите пророков Алових чтобы ни один из них не укрылся и схватили их и отвели их к потоку Кисону и закололи их там я молился что он покажет кто Бог я как смотрелся сегодня на наш стан народа так народ Божий и я верю так 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 охлаждение народа Божьего нема той веры что Бог вчера сегодня веке тот самый и задав вопросом сам собе что такое вера было написано я хочу прочитать еще одно место это будет Ефесянам 6 16 а паче всего возьмите щит веры которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого много сегодня говорится через пророков до народа что враг много что спланировал против народа Божьего и мы бачим насколько враг восстав и посылает то богатство то эти человеческие приятности всякие и мы бачим что народ народ идет и мы бачим сколько народа на собране приходит меньше и меньше появляется я сам замечаю сколько в пятницу приходят зараз настолько мало людей приходит на молитвы что даже душа болит как раз приходим хочется помолиться но нема народа и таки я задавался вопросом что таки вера я вспомню то что учили меня как я приступал до водного крещения что вера есть осуществление ожидаемо и уверенность невидимая и на это я хочу назад вернуться до или третий царств и я я тоже как бог ему сказал Я не думаю, что эти камни были легкие. И он поступил по Слову Божьему. Он в конце сказал, как мы прочитали, что все я сделал по Слову Твоему. И Бог услышал молитву его, потому что он сделал по Слову Божьему. И я задавался с собой вопросом, и думаю, каждый из вас задастся этим вопросом, чи живемо мы в полноті по Слову Божьему, и чи поступаем мы так, как написано в Слове Божьему. Но так же сегодня мы не смотрим на Слово Божье, не смотрим на других людей, а что человек скажет. Мы не смотрим, что Бог скажет мне. Мой батько раз наполнив один пример, такий показал. Если мы возгордилися крепко, и мы смотрим на человека, мы уже не видимо Бога, который сверху над нами. Мы уже только смотрим на низ, и мы не видимо, что вверху. Но если мы смираемся ниже, и мы смотрим на человека, как сами себя смирились, и смотрим на верхнюю человека, то за этой человеком мы видимо и Бога. И как мы смотрим и смираемся, то мы будем поступать по воле Божьей, потому что всегда перед нами, как Давид сказал, я бачу Господа передо мной. Я верю, что если мы будем обратиться до Слова Божьего всегда, то мы будем с собой бачить рост духовный. Не раз я слышу, как через сосуды Бог говорит, что если будешь укороняться в Слове Моему, то будешь возрастать во славе Моей. Я верю, что если мы будем всегда обратиться до Слова Божьего, то будет и меняться церковь, и будем мы бачить действия силы и помазания Духа Святого. Много разу мы задаемся, даже я помню в пятницу, Саша проповедовал, и тоже, как раз задавались вопросом. Воколе действия мы вспоминаем служение, как истиляв, Бог освобождал души. Ну а сегодня мы задаемся вопросом, чего так сегодня нет. Я верю, что мы не обратимся, очень мало народ Божий обратится до Слова Божьего, уже мы не говорим, как написано, а часто говорим, а я думаю, так, меня так научили. Но мы должны всегда обратиться до Слова Божьего и говорить, а так написано. Я верю, что если мы так будем, то мы будем бачить разницу и будем бачить силу и помазание Духа Святого в нашей церкви. Я уже, как напоминал, что много сегодня уже пошли то в богатство, то в отдыхе всякое, но мы не должны идти по куті человеческому. Написано в Иеремии 6.16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим. Но он сказал, не пойдем. И много из нас сегодня, нам часто говорится и через Дух Святой Бог говорит до нас, что нужно остановиться, потому что мы не знаем, какое время впереди. Сегодня время набираться силы и помазания Духа, потому что если мы не будем набираться, то будет тяжело пройти через это трудное время, которое впереди. И мы знаем, потому что и Слово написано, и Бог говорит через Духа Святого сегодня, что тяжелые времена будут наступать на церковь, и мне напоминается, я как-то задавался вопросом тоже, а что делать, если уже до такого дошло, что делать, как поступать, и мне напомнилась одна песня, что покаяние наше стрелку движет, и если мы сегодня будем каяться в наших провинах, в наших сорешениях, то эта стрелка на весах появится, много тоже говорится через суд, что очень легкий народ находится на весах сегодня, и в этой песне покаяние моё, мы спевали в собране воскресенье давно, что покаяние моё стрелку на весах движет, я верю, что если народ будет каяться, приближаться и вертаться до Слова Божьего, то будет этот прорыв, так как много говорится, что еще будет поздний дош, и давайте, братья и сестры, будем переверять самих себя, не будем осуждать кого, когось или кто что делает, будем сами себя переверять на основании Слова Божьего, или мы живем по Слову Божьему, и давайте встанем на колено, помолимся, и в этой молитве каждый переверим сам себя. Аминь. Мы скажем, что слава нашему Господу. Мы так слушаем Божье Слово, я верю, что это слово каждое из нас касается, каждое из нас, оно подходит до каждого из нас, потому что слово, оно похоже, как дощ и снег, напрасно оно не падает и напрасно оно не говорится. Если оно сегодня говорится, то значит оно говорится до нас, и в нашем собране, значит Господь так что-то попровадить, думки, братьев читать эти места. Первый брат говорит за всякие обмоги, за обман, и что оно до чего приводит. Так само и второй брат говорит, чтобы мы планировали бодрство, как мы отходимы от Господа, и до чего это отходимы может нас привезти. Как мы так думаем, и читаем, и чуем эти слова, и даже и песня говорится, и каже, что мы представимся перед Господом, и будем давать ответ кожен, наверное, за каждого ближнего своего. Нет, каждый будет давать ответ сам за себя. Я не буду отвечать за вас, вы за меня, но мы представимся перед Господом, и будем отвечать самих за себя. Но пока мы еще на этой земле, пока мы еще в собране, и чуем Божье слово, то Господь говорит ему до нашего сердца, чтобы мы, которые сделали из этого, из этого собрана, из этих пропадей, для чего Господь это говорит. Я верю, что Господь не напрасно это говорит в этом собране. Я хотел бы дополнить их мисли, их думки, читаючи, раздумывая над Божьим словом. И мне положилось место писания Иоанна от Иоанна, 3-й раздел. И из 1-го стиха читаю пару віршек, такие слова. Между фарисеями, Иоанна, 3-й раздел, 1-й стих. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ. На эти слова хотел бы заметить увагу. Истину, истину говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. В 16-й стих такие слова Христос до него говорит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В 2-м месте читаю Иоанна от Луки, и читаю 19-й раздел, и 41-й стих, и ниже такие слова. И когда наблизился к городу, то смотря на него заплакал о нем, и сказал, О, если бы ты хотя в сей день узнал, что служить к миру твоему, то это скрыто ныне, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебя камни на камне за то, что ты не узнал времени посвящения твоего. До этого места, вот таких 2 места Божьего Слова я прочитал. Мы сегодня собрались на этом собрании, в котором мы так смотрим, Боже Слово, один человек именем Никодим, один из старших, написано, ну таких людей, которые поважны, которые были высшими людьми того часу. И Писание говорит, когда он пришел одного раза до Иисуса ночью, я не знаю, что он боялся, от кого он втекал, от чего он ховался, но Писание говорит, что он пришел одного раза до Иисуса. И мы так же, брати и сестры, когда мы народуемся в этот мир, мы не выбираем, в какой семье мы народимся, мы никогда не можем выбирать, в какой стране мы народимся, где мы будем проживаться, або кто наши батьки будут. Мы не можем выбирать цвет, ну, наших косвей, мы не можем выбирать расу, чи мы чорные, чи белые, чи желтые, чи красные. Это мы не выбираем, это не власти наши выбирать. Но, брати и сестры, Писание говорит, что один человек, он мав певеный финансовый, первый мав, ну, певеный, какой-то власть в своем жизни. И он был старшим, Писание говорит, что между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он мав певную власть, он до чего-то дорез, он, певно, что-то понимал, что-то видел в этом мире. И он один раз понял, пришел до Иисуса Христа, и говорит, говорит, учитель, учитель, пришел и говорит, я знаю, и мы знаем все, что ты есть сын Божий, потому что таких чудес, как ты творишь, не может человек творить просто. И, кажется, с одной стороны, Христос, потому что, если бы ты на него, и говорит, начальнику, начальнику Никодиму, ты правильно понимаешь, ты правильно делаешь, ходи со мной, тебе надо так и дальше понимать, тебе надо жить так и так же, и с тобой все хорошо. Но Иисус по-другому даёт ответ начальнику и начинает говорить ему совсем другие слова. Я думаю, Господи, а чему именно эти слова задает Христос до него? И говорит, ответил Иисус ему в ответ, неистинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие, никогда не говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться, Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царстве Божие. Можно понимать, можно наблюдать, можно певно, какие структуры достигнуты в нашей жизни, и можно понимать и сказать, я знаю, что ты эти дела творишь, что никто не может творить, я знаю все, я певно все наблюдал, мы наблюдали за твоим ходжением, мы наблюдали за твоей жизнью Иисусе, и мы все знаем, что ты есть, как бы, Син Божий, но Христос до него говорит, никуда не так, что правильно, как ты говоришь, никуда тебе надо родиться от воды и духа, бо царство Божие не видишь, точка стоит, там нема что-то другого, там не рекомендации, Христос говорит, там Христос говорит, есть дитина родица от воды и духа, царство Божие не видишь, не просто мало что значит знать про Божие царство, мало что значит наблюдать за ходом собрания, або наблюдать за верующими людьми, но важно родиться и быть дитем Божиим, жить в Божьей Евангелии, жить так, как жили первые христиане, про которых мы слышали уже в первой пропаде, жить так, как жив в своем времени Илья Пророк, выполнил волю Господню, как мы тоже слышали в этом собрании, и никуда пришел с этим вопросом до Господа, а Христос ему каже, тебе надо родиться свише, родиться свише, тебе надо пизнати Ей Слово, тебе надо пизнати Сина Божого, тобто тебе надо повірить Ей, прийти и жить по Его словам, жить по Его слову, так, как Он нас учит. Сегодня мало людей, они просто наблюдать, хотят сказать, я знаю, что вы такие люди, я знаю, что так добре, и мне приятно приходить в собрание, наблюдать еще что-то, и люди, они так наблюдают за какими-то певными хрисами характеру, за служениями, наблюдают за життям, но жить по слову не хотят жить, жить не хотят родиться від води и духа, не хотят вникнути в Писание, и так, как Христос учить, оце уже другая ступенька, легче я, Господи, все знаю, и часто люди говорят, я все знаю, но жить так я не хочу, хай поможет нам Господь, так, как мы уже слышали, что последнее время и призыв Господний, он наближается, он говорит, и этот приход Господний, он скоро градет, Иисус Христос прийде за церковью своей, как мы уже слышали, что осупление, в определенной мере, воно идея, и апостол Павел даже говорил, это до Колесян, и говорит, когда мы воскресли с Христом, то мы должны огорнем помешать, а не о земном, почему, дальше говорит, теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, скреннословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека, с делами его, и облекитесь в нового, который обновляется в познании, образу создавшего, и облекитесь в нового человека, в того, який есть сам Иисус Христос, оставить ветхий человек, то есть оставить свое наблюдение, оставить то, что ты знаешь, но когда ты хочешь воскресли с Христом, и побачить Царство Божие, то Иисус Христос говорит, никуда, тебе надо родиться свыше, тебе надо именно не просто наблюдать, тебе надо оставить твоя жизнь, тебе надо оставить твои привычки, твои наблюдения, тебе надо что-то поменять, тебе надо жить, как моя, я тебе говорю, как я учу, а так люди не хотят оставить, бывают вот эти злые помышления, написано, отложите все гнев, ярость, злобу, злоречи, скривно слове ус ваших, сегодня про это тоже говорилось, и апостол Павел Кулисян напоминает, и каже, когда мы воскресли с Христом, то мы должны огорне помышляти, не о земном, потому что такие люди, как мы уже слышали, Царство Божие не следуют, потому что, которые говорят неправду, або клеветники, они Царство Божие не следуют, то хай поможет нам Господь, что мы оцепили, осознали все разом, пришли до Господа и сказали, обнови Господи мой мирозум, обнови моё життя, чтобы я действительно переродился свыше, и взял эти нужды и вещи для переселения, потому что так Писание нас учит, что мы приготовлялися до приходу нашего Господа Иисуса Христа, потому что время короткое, надо понимать, что надо не просто знать, но надо жить так, как учить Святая Евангелие, как учить Божие Слово, можно знать, можно наблюдать, но не жить так, это велика помилка последних людей, что я знаю, я умею, я что-то понимаю, но Писание говорит, посмотрите на древние дороги ваши, подивите на эти древние стежки, и по них не передвигайте межи ваших родителей, которые были поставлены, сегодня передвинуто очень много, и то, что очень много передвинуто, оно проходит в таком мере, в этом мере запустения, и в этом мере запустения Иисус Христос говорит до Никодима, потому что так Бог любил свет, что видел Сына Своего, который однодорожен, что всякий верующий в Него не загинул, но имел жизнь вечной, и то Сын Божий, где Никодима стоял, и то и говорит, это я Никодима, тебе надо родиться от воды и духа, потому что Царство Божие не следует, и так же точка стоит, брати и сестры, как важно понимать, что время, которое Господь говорит, мы можем поменять, я уже говорил, что мы где родились, мы не знали, мы не знали, какими народимся, чи мы здоровыми народимся, чи хворыми, это от нас не зависит, но спасение от нас зависит, брати и сестры, Господь все сделает для того, чтобы мы получили доброе житие, там в вечности, но получишь ты, Илья, то зависит уже от каждого из нас, мы уже можем выбрать, и Никодиму, это было сказано, и нам сегодня, и в это запускание, в мерзость, в запускание, когда выступление пришло, там в народе израильевском, оно сегодня продвигается, аж до этого времени, писание говорит, что в то время, пришел туда сам Иисус Христос, и его слово не все понимали, на превеликий жаль, его слово не все уверовали, в его слово не все, но следовали его учению, а где-то слушался, где-то уверовал, где-то принимал, и в то время, когда ишел Иисус Христос, уже до Йероселима, я читал это место писания, приходит на эту гору, и Льонскую, и он начинает плакать, смотрит на Иерусалим, и говорит, о Иерусалиме, Иерусалиме, если бы ты хоть, оцего дня, знал, что служит к миру твоему, то, каже, ниней от очей твоих, схованице, брати и сестры, хіба Господь говорит, именно про этот город, Иисус говорит, и сказал, если бы ты, хотя бы, в этот день, то Господь заплакал, написал о этом городе, но не о самом Иерусалиме, но он заплакал про тих людей, яких учил три с половиной роки, яких слідок хотів внести їм, чтобы они последовали за его учением, поменяли свои мысли, поменяли свои хважения, начали что-то делать в правильном положении, но они сказали, как мы уже слышали сегодня, через Геремию Боже слово говорили, они сказали, не пойдем, вот так было их слово, брати и сестры, Иисус, наблюдаючи цю картину, и плачет за Иерусалимом, плачет за Иерусалимом, говорит, ты не понял, часу відвідин твоих, ты этого времени не понял, але сьогодні, кажи, звучать твої, це ну скрыто, ти не понимаєш, но придуть на тебе дні, котрі враги твої обложат тебя, окружат тебя, і стесняють тебе отусюду, і разобьют тебя, і побьют дітей твоїх в тебе, і не оставлять тебе камня на камні за то, що ти не узнал времени посвящення твоего, Иисус плачет над Иерусалимом, каже, Иерусалиме, я бачу твоє запустення, Иерусалиме, я бачу, ти відійшов від Господа, люди, які окружали Його, Христос бачить, а каже, ніхто не може поняти, Сина Божого, чого ти плачеш, а він спускається в Иерусалим, і перше, що він заходить, заходить в храм Єросалимський, і це же запустення, це отступнічисто, він вже побачив в цьому храмі, продажі, побачив цих мінняшиків, побачив тих других людей, які займалися своїми ділами, просто наблюдали, але Христос почав перекидати, не для того я прийшов на цю землю, ви не поняли цей прихід мій, я плачу за того, бо я хочу, щоб ви родилися от води і духа, бо царство Божого не наслідується, приходить три дня, і розпинають Сина Божого, но написано, третєго дня він воскрешає з мертвих, як ми вже чули, що він зустрічається з апостолами своїми, з ущими своїми, і там того разу, писання говорить, що він на 50-й день, коли після цього зустрічався з ущими, він возноситься на небо, ущі дивилися, піднімали свої очі до горі, і дивилися, но голос почули з неба, син мій, це якого ви бачили, як він возноситься на землю таким же образом, і прийде на землю, брати і сестри, і побачить його кожне око, і навіть тільки прокололи, що Іван описує, і каже, що брати і сестри, но сьогодні в цьому собранні, Ісус Христос каже, такі слова, як говорив до них, каже, ти не узнав времени посещення твоєго, сьогодні це іменно время, це собрання, время посещення нашого Господа, і в цьому собранні, я вірую, Дух Святий є сам Господь, бо написано, де вас двоє, або троє зібрів во ім'я моє, я посередині вас, і в цьому собранні є Господь Духом Святим, і якщо ми хочемо, ну, наблюдаємо за життям, і ми не хочемо, ну, щось поміняти в своєму житті, то Писання говорить, каже, не війдеш в царство Боже, а якщо в нашому житті є щось, ну, всяка неправда, обнови злоречі, як ми вже чули, то Писання говорить, треба поняти це время, що сьогодні тобі время дає, в цьому собранні сам Господь, і це время посещення, тобі треба поняти, і мені разом з вами, поняти це время посещення, що є на цьому місці, сам Господь присутнім, Духом Святим, і говорить, каже, придіть до мене всі, стручні, і я заспокою вас, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого, чуєш, каже, нікоді ми чуєш, що син Божий прийшов на цю землю по одній причині, що Бог, Отець, побачив це запустення, побачив це, і віддав самого мене туди, на цю землю, щоб кожен, хто повіриє в нього, не просто наблюдав, а повіри в нього, живе, тим словом, буде мати життя вічне, хто родиться свише, от води і духа, буде мати життя вічне, і в цьому собранні, брати і сестри, хотілося, щоб ми помолилися, оцею молитвою, Господи, поможи мені, дійсно, довіратися тобі, Господи, оце время, последнє время запустення, коли цей народ уступає від Господа, поможи мені, триматися, слово Твого, триматися постанови, заповедяй Твоїх, що ті межі, які були поставлені, родителям нашим, не були передвинуті, щоби время, воно не застало, бо ми всі пристанемо перед Господом, але сьогодні, хотілося, щоб ви представили перед Господом, отакі щирі молитви, в покаянні перед Господом, Господи, в чому не так я робив, помишляв, прости мені, Господи, прости мене, і дай, поможи мені, Господи, родитися свише, якщо я ще не родився, не можу жити, переродитися в тому, жити правильному, учені Твоєму, то поможи мені в цьому, а якщо може, і хтось хоче, дійсно, щоб за нього, окремо помолися, то і в цій молитві можемо це зробити, бо Дух Святий, він є на цьому собранні, я чую необыкновену таку силу Святого Духа, що він говорить, може, до вашого серця, і сьогодні говорить, і до мого серця, я читав це місце писання, я так бачу, воно дійсно, має якийсь призвіл в цьому собранні, хай Господь поможе нам кожному перевірити самого себе, разом помолитися до Господа, а в цій окремій молитві, можливо, до когось окремо стукається, Господь, що треба переродитися, не може сам помінятися, не може сам якось жити отакі з Господом, то сьогодні врімя прийти до Господа, врімя не пропустити день посещення Твого, бо сьогодні є врімя покаяння, сьогодні день милості, сьогодні день спасіння, Алілуйя нашому Господу, встаємо на наші коліна і молимося до Господа, хай Господь, ім'я Твоє, Господь буде право сповернені.